Всем привет! Вот я и вернулась, наверное. У каждого блогера рано или поздно наступает момент, когда он слышит о себе очень много неприятных вещей. И у меня этот момент настал. И хоть я всегда и агитирую не обращать на это внимания, но желание пропало снимать. И спасибо огромное всем, кто меня ждал, кто скучал, кто писал мне. Вы действительно меня вдохновляли, возвращали мне желание. Спасибо огромное Марине, которая написала мне громаднейшее письмо в Инстаграм. Я его перечитываю до сих пор, оно мне очень поднимает настроение. Так что если у вас есть какой-то блогер, чьи видео вы с нетерпением ждете, а он все никак не снимает, то не бойтесь, не ленитесь, напишите ему об этом. Потому что это действительно самый большой стимул для любого блогера. Я буду сейчас вам показывать покупки. Покупки... Покупки лета. И книг будет очень много, если вы меня знаете. Правда, меня единственное, что успокаивает, что в июне я купила, по-моему, 8 или 9 книг. Поэтому хоть один месяц у меня получился однозначным числом. В общем, первое, что хочу вам рассказать, это посылка, которая мне пришла в июне от Альбины с канала Just Twins. Привет, Альбина! Спасибо тебе еще раз огромное за твои подарки. Первая книжка, которую мне Альбина подарила, это Энтони Бурден. Мясо с кровью, горячий привет миру еды и тем, кто ее готовит. Я даже вот стикеры не сорвала, которые она мне написала. Написала она мне, пусть все будет вкусно, но без крови. Вот. Это книга американского шеф-повара, который решил раскрыть все секреты вот этого закулисья, раскрыть все секреты ресторанов, всей этой кухни, каких-то сетей фастфуда. И я эту книжку уже полистала и увидела, что он там пишет что-то о Макдональдсе. И я ее быстро захлопнула испуганно, потому что Макдональдс – это моя самая большая слабость. И если я, например, узнаю, что котлеты там делают из червяков, то я просто закроюсь в комнате, сяду в угол и буду плакать под какую-то грустную музыку всю оставшуюся жизнь. Но вроде как я там немножко посмотрела, ничего плохого вроде как Энтони Бурден не пишет, поэтому можно читать, в общем. Дальше Альбина мне подарила Джона Бакстера «Франция в свое удовольствие». Эта книжка рассказывает о том, что нужно делать, когда ты приезжаешь во Францию, чтобы вот, в общем, твое путешествие получилось самым насыщенным, самым французским, что поесть, куда сходить, какое там вино выпить, все остальное. Так что вот Альбина меня решила вдохновить вкусно покушать и красиво попутешествовать. Спасибо тебе еще раз огромное. И еще сейчас скажу вам две книги, которые я купила, но мне они не понравились, и я их обменяла. Это «Патриция Хайсмит. Сочинитель убийств» и «Тони Беар. Большие бульвары». Вот. Мне эти две книжки не понравились, и я от них избавилась. Теперь начну рассказывать об обычных книжках. Первое, что я купила, это «Рэйчел Джойс. Невероятное паломничество Гарольда Фрая». Вот в этой вот серии горемычной, где был горемычный миниатюрист. Книжка мне очень понравилась, книжка очень хорошая. Рассказывает она о Гарольде Фрае, таком вот несчастном пожилом уже мужчине, который всю жизнь стеснялся, боялся, в общем, ни с кем не общался. И ему приходит письмо от единственного его друга, единственного человека, который его в этой жизни понимал, в котором эта женщина пишет, что она в другом конце Англии лежит в больнице, умирает от рака и прощается с Гарольдом и благодарит его за все, что Гарольд в ее жизни сделал. На что Гарольд, в общем, решается на такой вот поступок, можно сказать, на такой чудесный поступок, отправится к ней в больницу пешком через всю Англию. И вот, в общем, он себе говорит, что если я смогу, если я это сделаю, то, возможно, произойдет чудо, и она не умрет. И вот пока я буду идти, она будет меня ждать и не умрет. И вот Гарольд начинает идти, и он идет через всю Англию и становится, понятное дело, звездой, легендой, все его фоткают, берут интервью. Очень мне напомнило этот момент в Форесте Гампе, где он решил побежать, захотел побежать, и вот бежал-бежал, пока уже не оброс бородой. Вот так же и Гарольд Фрай шел-шел, пока не оброс бородой. И вот здесь мне понравился вот этот такой элемент тревела, когда он шел там, зашел в какой-то район, посетил какую-то церковь, пошел дальше, купил какие-то гостиницы, познакомился с какими-то людьми. Вот он идет дальше, идет дальше. Очень хорошая книжка, но я бы сказала, что она вот сочетает в себе два таких элемента, что ее надо читать, когда вы хотите верить в чудо, но при этом она настолько печальная, что если вот у вас какие-то очень тяжелые времена, то сомневаюсь, что вам она придется по душе, потому что она, в ней и сама история довольно грустная, и финал в ней не очень радужный, поэтому если вот вам очень грустно, и вы не хотите усугублять это состояние, то книжка все-таки вам не подойдет. Но опять же, с другой стороны, если вы хотите поверить в мечту, то обязательно ее читайте. Поверить в мечту, поверить в чудо. Следующая книга – это мой неудачный опыт сотрудничества с издательством. Договорились мы, вроде бы, Синбад мне написал, мы вроде бы как договорились, и договорились уже даже о книгах, которые они мне пришлют, но книги никак не приходили, и поэтому я решила купить их сама. Это Гевин Экстенс «Вселенная против Алекса Вудса» или «Светская церковь Курта Воннигута». Я эту книжку уже тоже прочитала, мне она очень понравилась. Рассказывает она о мальчике. Я почему ее хотела купить изначально? Потому что в аннотации рассказывается о каком-то мальчике, на которого упал метеорит, и поэтому его в жизни начали преследовать какие-то курьезные ситуации. Мне вот я заинтересовалась, решила прочитать, но на самом деле книжка немного не об этом, книжка о таком вот умном мальчике, который вот рано повзрослел и рано почувствовал себя целостной личностью. То есть вот в этой книжке маркировка 16+. Я не знаю вообще, откуда она там, но на самом деле, мне кажется, эта книжка вот такая вот очень-очень подростковая. И мне кажется, подросткам ее даже надо читать, потому что она вот о том, как подростки, вот как наш главный герой подросток, чувствовал себя полноценной личностью, чувствовал, что он может сам принимать решение, за которое потом будет отвечать. То есть мне кажется, если бы мне эта книжка попала в руки, когда я была подростком, возможно, это бы мне как-то немножко помогло, изменило меня что-ли, вот дало такое чувство, что я уже не маленький ребенок, я настоящий человек, и что я могу принимать свои решения, но потом и нести за них ответственность. В общем, понравилась мне эта книжка, буду о ней рассказывать. Следующая книга. «Ночное кино» Мариши Пессел. Я ее уже тоже прочитала. Я не люблю покупать вот эти книги, которым издательство устраивает очень шумную пиар-компанию, которые отсылают всем-всем блогерам. У меня такие книги не особо вызывают доверие, но как-то наткнулась я на сайт, посвященный какому-то режиссеру. И это режиссер фильмов ужасов, и почитала я его там биографию, посмотрела фотографии, прочитала его фильмографию, и очень заинтересовалась этой личностью, думала, какая необычная личность, надо-ка ее погуглить. Зашла в гугл и поняла, что это персонаж этой книги, что этого человека не существует. И меня настолько сильно заинтересовало, что вот как Мариша Пессел смогла вот в книге описать личности этого режиссера, что там уже создали какой-то сайт об этом человеке. И, возможно, она действительно его так прям очень хорошо и масштабно описала, что вот он как живой. Действительно так и есть. В этой книге вот этот режиссер, это такой стержень главный, это режиссер фильмов ужасов, которые настолько-настолько ужасны, что они запрещены вообще к показу, к просмотру, их можно только как-то пиратскими методами достать. Он затворник, вообще не разглашает никакую информацию ни о своей жизни, ни о своей биографии. Вот всем очень интересно, что же это все-таки за человек, все строят какие-то догадки о том, кто он такой. Но единственное, в чем сходятся абсолютно все, что он гений. И вот его настолько же гениальная дочь кончает жизнь самоубийством, и наше действующее лицо, журналист, это самоубийство расследует. Почему же она этот поступок совершила? А может быть, она его и не совершала, может, ее кто-то толкнул. Он это пытается узнать. Я рассказывала об этой книге в десятке лучших книг за первое полугодие, так что можете посмотреть, если вам интересно. Если я там сказала что-то, кроме того, что сказала сейчас. Следующая книга. «Сомерся тмоем. Узорный покров». Попалась она мне во флэшмобе от подписчиков. Я ее купила, уже тоже прочитала. Июня у меня вообще какой-то успешный месяц в плане покупки и чтения книг. И мне она не понравилась. Не понравилась совершенно. Причем, что читала я у «Сомерся тмоема» помимо этой книги еще «Острие бритвы». И вот мне эти книги показались полными противоположностями, как будто их писали два абсолютно разных человека. И насколько, можно сказать, вызвала у меня та книга уважение к моему, настолько она, вот эта книга разочаровала меня в этом писателе. Я вам буду об этом рассказывать в прочитанном, но я хочу сейчас спросить у тех, кто любит творчество Моэма, вот у него все книги вот похожи на эту, либо же наоборот это исключение из правил. Во-первых, здесь очень маленький объем, что мне очень не понравилось. Здесь 350 страниц, но здесь по три буквы на одну страницу. То есть три буквы прочитал, надо перелистывать. Я эту книжку прочла за три часа. И для книги, которая рассказывает о духовном росте, главной героине, такой объем, но он ничтожно мал. То есть в таком объеме раскрыть полностью ее внутренний мир, ее характер, ее прошлое, какое-то мировоззрение, переломный момент и то мировоззрение, которое у нее стало сейчас, ну просто невозможно в таком объеме сделать. Вот. Но об этом буду всем рассказывать поподробнее. Следующая книга, которую я купила, это Энн Тайлер, «Катушка синих ниток». Я ее уже тоже прочитала. И мне она понравилась. Не скажу, что бы очень, но она мне понравилась. Она мне очень напомнила Стоунера. Вот тем таким спокойствием, каким-то полным отсутствием динамики. То есть вот они, обе эти книги, вот они такие, как легкий весенний ветерок. То есть никакого шока они у вас не вызовут, никаких бурных эмоций. Вот вы их читаете и вот и все, и читаете. И вот, в принципе, можно было бы в конце Стоунера написать, пока Стоунер учился в университете, его семья, и вот отсылать к этой книжке, потому что очень действительно похоже. Рассказывает эта книга, это семейная сага, рассказывает она об одной семье. Ничего здесь не будет шокирова, никаких скелетов, шкафов, никаких откровений, там всего остального. Вот обычная книжка, рассказывающая об обычной семье с какими-то их маленькими недомолвками, ссорами, обидами, затаёнными. Энн Тайлер считает, что в каждой семье что-то интересное, и каждая семья достойна целой книги, целого романа. И что вот в каждой семье можно найти что-то, о чём можно было написать целый роман. И вот, в принципе, от её вот этого утверждения вы можете отталкиваться при прочтении этой книги, потому что, ну, по сути, в этой семье, которую пишет Энн Тайлер, вообще ничего интересного нет. Совершенно. Это среднестатистическая американская семья. Но вот Энн Тайлер понаходила в них какие-то такие моменты, какие-то черты, какие-то там в их отношениях, что-то, чем сама заинтересовалась и чем захотела заинтересовать читателя. То есть, семья, в принципе, ничего особенного в ней нету, но ты как-то к ней привыкаешь. Следующая книга, всё-таки расщедрилась я купить, Тетралогию Аники Тор, тем более, что я ни разу ни одного плохого отзыва не слышала, только положительная, даже нейтральных не слышала, только положительная и восторженная. Это детская книжка о недетских проблемах, о том, как во время Второй мировой двух маленьких девочек, двух сестёр отправляют в Швецию в новые семьи. И причём их разлучают, по-моему, даже друг с другом. И вот они живут отдельно в двух разных семьях. И как они вот с этим справляются, война, вдали от семьи. Очень непростая тема, но, как я поняла, вот она действительно проникнута таким теплом, надеждой. И все очень любят эту книжку. У неё замечательные, кстати, обложки, мне очень нравятся. Эту я пока ещё не прочитала, но вот очень хочу. Здесь большой шрифт, она так быстро закончится. Здесь, кстати, очень милая иллюстрация, акварельная. Вот, например. И вот перед каждой главой какая-то маленькая зарисовочка. И последняя книжка, купленная в июне, это Кейт Аткинсон «Боги среди людей». Это продолжение книжки, которую я прочитала совсем недавно, «Жизнь после жизни». И я не пожалела, что купила продолжение, потому что «Жизнь после жизни» мне понравилась. Вот она была с такой же обложкой, только с лисой. В той книжке рассказывается о девушке, а в этой о её брате. Не знаю, будет ли здесь такой же сюжет, как в той, но в той книге рассказывалось о том, как девушка имеет возможность проживать жизнь заново. Каждый раз, когда она совершит какую-то ошибку, пойдёт в жизнь, и не туда, она умирает, и перерождается, и эту ошибку не совершает, и вот это как-то меняет её жизнь, и она проживает новую жизнь. Не знаю, будет ли здесь то же самое с её братом, либо же тут уже будет какой-то другой сюжет, но я очень привыкла, прикипела к её семейке, очень чудной на самом деле, и мне очень хочется опять к ним вернуться. Это были июньские покупки, я, наверное, всё-таки разобью видео, как обычно, на три части, на июль, июнь и август, поэтому скоро выйдет уже вторая часть. Спасибо большое за просмотр, я надеюсь, вам понравилось, пока!